В этом вебинаре, я напомню, мы проходим 30 дуа из Священного Курана, которые так важны в нашей жизни, соответствующими событиями. Эти дуа важны для просьбы и прошений, мольбы Всевышнего Аллаха обо всём, в чём мы сильно нуждаемся. Каждая дуа в Куране содержит какую-то историю, связанную либо с пророками, либо с праведниками. И с их применением мы ещё и учимся и познаём много нового в содержании Книги Аллаха. На протяжении всего вебинара мы с вами затронули важнейшие темы, связанные с историями пророков, а также они не были повторимы. Также были истории праведников, каких-то народов, дуа каких-то важных людей. И я надеюсь, что каждый урок принёс огромную пользу в вашей жизни, Миша Аллах. Я надеюсь, что вы заучили эти дуа и используете в соответствии с жизненными ситуациями. Их было ровно 30, и мы с вами незаметно уже заучили 27 из них. И мы сегодня уже на 28-м. Это дуа верующих засподвижников. Эта дуа приходит в 59-й суре Аль-Хашир, сбор в 10-м аяте. Этот аят на самом деле начинается То есть именно начинается, что именно они сказали. И дуа сама звучит Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. И Господь наш, воистину ты сострадательный, милосердный. Здесь мы видим два имени Аллаха, Субхануа Тааля, Рууф и Рахиим. Рахиим мы знаем, что это милосердный, и неоднократно мы это с вами встречаем, особенно в Басмуре. И имя Аллаха Рахиим мы постоянно читаем, что он милосердный, милосерднейший. А Рууф, то есть сострадательный. Аллах сострадательный к своим рабам. Абу Адель, толкуя эти аяты, говорит о те, которые пришли после них. То есть, когда мы начали только вот считать, только что этот аят в самом начале, те, которые пришли после них, то есть после ансаров и первых мухаджиров, говорят. То есть это дуа верующих, которые, возможно, мы даже, да, табиаины. И те, которые и видели табиаинов. То есть это все те, кто и видел сахабов, и не видел сахабов. То есть следующее поколение, которые жили и живут после поколения пророка Мухаммада, саллиллаху алиссалям. Ансары — это те, кто жил в Медине. А мухаджиры — это те, кто переселился из Мекки в Медину. И самые наилучшие люди — это ансары и мухаджиры. Дай Аллах нам хотя бы немножко приблизиться к их иману, к их добродетелю, к тех действиям, которые они делали на пути Аллаха. Если мы прочтём истории ансаров и мухаджиров, мы влюбимся в них. Они такие самые лучшие поколения, которые крепкие иманам. Они очень-очень дорожили пророком Мухаммадом, саллиллаху алиссалям. Они его очень уважали. И могли даже пожертвовать собой. Главное, чтобы пророк Мухаммад, саллиллаху алиссалям, был здоров, жив, чтобы всё у него было комфортно и спокойно. И следующее поколение, которое жило после ансаров и мухаджиров, и сейчас, иншаллах, мы живём, мы просим Аллаха, Господь наш, прости нам и нашим братьям по вере, которые опередили нас в вере, которые уверовали раньше нас, и не утверждая в сердцах нашей злобы, или зависти, или ненависти по отношению к тем, которые уверовали. Господь наш пояснятый, сострадательный, милосердный. Если мы немножко остановимся, кто такие, на самом деле, ансары и мухаджиры, то нам нужно окунуться в эпоху пророка Мухаммада, саллиллаху алиссалям. Вот представьте, пророк Мухаммад, саллиллаху алиссалям, в Мекке. Ему около 39 лет, по лунному календарю, по солнечному 40, и ему приходит ангел Джибриль, который говорит ему, «Икра, читай, читай во имя Господа твоего милости, который тебя сотворил». И с тех пор, мы знаем, было много историй, то есть Джибриль алиссалям, ангел, у которого 600 крыльев, обучил нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алиссалям, нашей религии. То есть ангел Джибриль, алиссалям, был посредником между Аллахом и пророком Мухаммада, саллиллаху алиссалям. Пророк Мухаммад, саллиллаху алиссалям, и так до ислама был очень благородный, хорошего происхождения, с хорошим адабом, с наилучшим нравом. Он был доверительным человеком, ему доверяли и уважали. Он вышел из Рада Курайш, из Сауда Скарави, из Мекки. И когда он принял ислам и начал призывать, не то что принял ислам, то есть он стал пророком, то есть он познал истину, и единобожие, и понял, что Аллах един, и что мы должны поклоняться только единому Аллаху, больше никому иному. Он начал призывать всех своих родственников, соседей, соплеменников, всех своих родственников числа его рода и соседних селений. И тогда, слыша его слова, некоторые или отворачивались, или принимали. И на тот момент были даже родственники из его же дядей, которые сопротивлялись именно этому единобожию и отрицали. И даже каким-то образом наносили вред нашему пророку Мухаммаду, салли Аллаху, да, эти испытания он прошёл наилучшим образом. Он никогда не предавал Аллаха и всегда говорил «Ля Иляха Илля Аллах», Аллах един, и нет, кроме Аллаха, никого достойного для поклонения, что Аллах — единственный Господь, Всевышний, кому мы можем поклониться, и всех призывал к этому. И в Мекке обострелась ситуация до такой степени, что его стали унижать, издеваться. Даже были попытки убийства. Когда были попытки убийства и за ним погнались, он с одним из наилучших сподвижников Абу-Бакрама Сады ради Аллахуанов убежали из Мекки в Медину. И вместе с пророком Мухаммадом Салли Аллаху Салям кто-то ранее, кто-то позже в итоге переселились в Медину. Почему именно в Медину? Потому что в Медине жили именно родственники его мамы, а в Мекке жили родственники его папы. И часто сейчас тоже мы наблюдаем. Бывает так, что именно родственники со стороны отца могут какие-то, возможно, требовать какие-то моменты в жизни человека. А родственники со стороны мамы могут как-то тепло принять. Ну, бывает, конечно, и наоборот. Жизнь у всех разная. Но часто всё-таки вот мама, она вот такой близкий человек. И именно родственники мамы оказывают такое вот более мягкое отношение и принимают, да, его детей и со стороны мамы оказывается вот более милосердное отношение к ребёнку или к действиям этого ребёнка. То есть всё воспринимается, всё принимается, иншаллах. Конечно же, возможно, в других семьях может быть и наоборот. Это, конечно же, зависит индивидуально уже от каждой семьи. Но в случае пророка Мухаммада ему пришлось всё-таки покинуть свой род со стороны отца и переселиться в Медину к родственникам со стороны матери. И жители Медины его с великодушием приняли. Ему предоставляли наилучшие ложи второй этаж. Например, если они жили в двух этажах, то они не хотели наступать как будто бы над ним и чтобы он жил на первом этаже, а давали ему второй этаж. Старались давать наилучшую еду, наилучшее гостеприимство. И незаметно он там прожил так же много лет. Если он пророчествовал 23 года, то половину жизни он прожил в Мекке и половину жизни во время пророчества в Медине до 63 лет. И получается, все те, кто переселился с пророком Мухаммадом в Медину из Мекки, их мы называем мухаджиры, то есть которые сделали хидир. Хидир — переселение во имя Аллаха. А те, кто уже там жил, в Медине и встретил пророка Мухаммада со всеми его сподвижниками, родственниками, всех тех, кто переселился, их мы называем ансары. И ансары делились своими даже женами, делились своими товарами и они побратались даже. Они не хотели, чтобы мухаджиры ощущали как будто они какие-то беженцы или какие-то обделённые, что как будто у них нет дома. То есть они не хотели, чтобы они этого ощущали, а у них настолько была любовь к пророку Мухаммаду, и любовь к его сподвижникам из Мекки, что они полностью им устроили такое обитание, в котором они чувствовали себя как дома. И, аль-хамдул-лях, эти наилучшие люди, ансары и мухаджиры, вместе с пророком Мухаммаду, салям, прожили от них наилучшие времена, даже если они были очень тяжёлые в плане войны, им тяжело было доносить ислам, единобожие. И также, к сожалению, обострились войны именно из-за того, что вышли люди, которые только и только противились тому, что они уверовали в Аллаха и что Мухаммад, саляму Аллаху и салям, его пророк. Только это многих отвернуло от истинной веры. А истинные единобожники знают, что на самом деле Аллах действительно един, и никакой человек не может создать нечто, что может даже приравниться в пыльенку с тем, что Аллах Субхану Аталия создал. Люди не могут создать человека, люди могут создавать машины, самолёты, корабли, роботов, игрушки и так далее, каналы могут сделать. Но как Аллах Субхану Аталия создал океаны, космос, Луну, Солнце, людей, животных, растения. И всё, когда всё по своей орбите, ничто друг с другом не сбивается, такого, конечно, мы не можем. И мы полностью понимаем, что Аллах есть, что Он один, что Он это всё создал, и к нам ещё предстоит к Нему возвратиться, чтобы ответить за все те деяния, которые мы сделали в этой жизни. И полностью понимая, что Ансары и Мухаджиры самые лучшие из людей, мы просим за них дуа, чтобы Аллах их просил и принял их благодеяние. Инжа Аллах. А те, которые пришли после них, говорят, Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину Ты, сострадательный, милосердный. Это уже толкование Эльмира Кулиева. Идти путём сподвижников и руководствоваться их примером является честью для всех последующих поколений. На самом деле, это честь придерживаться пути сподвижников. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что последователи махачжиров и ансаров говорят, Господи наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Эта молитва подчёркивает не только стремление мусульман заслужить прощение, но и их доброе отношение к остальным правоверным. Они молятся за сподвижников пророка Салиллах Львсалям, а также за их верующих предшественников и правоверных последователей. В этом состоит одно из превосходств истинной веры. Верующие помогают друг другу и молятся друг за друга. Их объединяет вера, иман, которая призывает мусульман питать друг другу братские чувства. Одним из проявлений мусульманского братства является мольба друг за друга и взаимная любовь. Вот почему мусульмане молят Господа не насаждать в их сердцах ни капли ненависти к их братьям по вере. Когда же этого скверного чувства нет, его место занимает любовь к правоверным, дружба с ними, неподдельная благожелательность к ним и всё, что обязан испытывать один верующий к другому. Всевышний Аллах назвал мусульман, которые обратились в ислам после сподвижников верующими. То есть Аллах отделяет мухаджиры, ансары верующие. То есть мы входим в число верующих. а слова их молитвы свидетельствуют о том, что сподвижников пророка и их последователей объединяет единая вера и общее воззрение. Этой честью удостаиваются истинные последователи пророка и сторонники единой общины, потому что никто иной в полной мере не обладает упомянутыми высшими качествами. Праведные мусульмане всегда признают свои ошибки и грехи, молят о прощении за себя и за других и просят Аллаха избавить их от ненависти и злобы к своим верующим братьям. Обо всем этом свидетельствуют слова, с которыми они взывают к Аллаху. И это толкование осади. Хвала Аллаху не только по отношению к мухаджирам и ансарам мы должны испытывать такую любовь и такие неподдельные чувства и друг другу тоже. Верующие к верующим. Важно, чтобы каждый верующий любил верующего и желал добра. И если у кого-то верующего случилось какое-то испытание, нужно понять и войти в это положение и принять, прочувствовать через себя, каким путём он прошёл через это испытание, что ему пришлось испытать во время этого испытания, то есть найти выходы либо помочь, либо поддержать, либо молчать, то есть не навредить ни действием, ни языком этому верующему человеку. Поистину эти слова проникнуты любовью друг к другу. Эта любовь заставляет мусульман желает для своих братьев того же, чего они желают для себя и питать к ним искренние и нежные чувства, независимо от того, далеко они или близко, живы они или умерли. Этот священный аят учит тому, как правоверные должны соблюдать свои обязанности друг перед другом. Затем Господь подчеркнул, что они заканчивают свою молитву, обращаясь к Аллаху его прекрасными именами Рауф сострадательный и Рахим милосердный. Эти два благородных имени Аллаха указывают на совершенство его милости, сострадания и добродетели по отношению к его творению, величайшим проявлением которых является его помощь своим рабам в соблюдении ими обязанностей перед ним и людьми. Да, на самом деле, если не Аллах нам разрешает делать какие-либо поклонения, то мы сами не в силах. И то же, что я сейчас упомянула о том, что люди могут сотворить корабли или самолёты, машины разного вида техники и дома построить, и каналы построить, ну и разные вещи чешить, то это тоже по милости Аллаха, это именно потому, что Аллах даровал такие способности этому человеку, поэтому Аллах может забрать такие способности, не у всех есть руки, не у всех есть ноги, не у всех есть разум и так далее. Аллах дарует такую возможность, и мы делаем. А то, что не в наших силах, океаны, моря, водопады, разные виды деревьев, которые невозможно даже представить, животные, вообще система того, что у нас происходит сейчас в организме и вообще весь космос и вся галактика, ещё все семь небес и семь слоёв Земли, то есть это, конечно же, такие сотворения Аллаха, которые действительно мощные и нам невозможно не не благодарить Аллаха, мы должны обязательно благодарить Аллаха за его милости и благодарить Аллаха за то, что Аллах даровал нам веру и даровал веру нашим братьям и сёстрам и поддерживать хорошие отношения между собой. Таким образом, Всевышний Аллах отметил достоинство и качество праведных мусульман мухаджиров, ансаров и их последователей. После мухаджиров и ансаров жило тоже отличное поколение табиаинов. Табиаины это все те, кто видели сподвижников, а сподвижники видели пророка Мухаммада салям. После табиаины уже следующее поколение и следующее поколение это поколение дошло до нас уже 14 веков, как пророк Мухаммад салям покинул этот мир. Именно они заслужили право на военную добычу, которая целиком полностью расходуется на благо ислама и были удостойны многих великих почестей. Да, многие военные добычи аль-анфа трофеи заслужили право быть у сподвижников у ансаров и махадиров. И просим у Аллаха Господи по милости своей великодушию сделай нас в их числе. Дай Аллах нам быть из числа наилучших рабов Аллаха и рабынь Аллаха. Аллахума Амин. Давайте заучим это дуа. Это дуа начинается со слов раббана потому что изначально мы видим валя вина джа о то есть а те которые джа о пришли мин дадихим то есть после них яку луна говорят и здесь вот раббана начинается дуа раббана и гафир то есть прости ля нам и нашим братьям которые опередили нас в вере в сердцах наших злобы к тем которые уверовали и следующая дуа раббана также господ наш иннакя то есть ты поистине рауф сострадательный и рахим милосердный давайте несколько раз повторим бисмилля раббана гафир лана вал ихван на ледзин саба куна бил иман и ла тачи ал фи кулуб на гил лил ледзин аман у раббана иннакя рауф рахим еще раз раббана гфир лана вал лил вал ихван на ледзин саба куна бил иман и ла тачи ал фи кулуб на гил лил ледзин аман у раббана иннакя рауф рахим раббана гфир лана вал ихван на лил извините еще раз раббана гфир лана вал ихван на ледзин саба куна бил иман и ла тачи ал фи кулуб на ла тачи ал фи кулуб на гил лил ля ль ль ля 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 здесь я в некоторых местах прервалась для того, чтобы взять воздух, потому что аят длинный, и мы знаем, что можно брать воздух там, где его не хватает, но важно правильно остановиться и правильно вернуться. Я вернулась на слово, я вернулась на слово и не утверждая в наших сердцах злобы, либо если вы становились, например, роббана уфирляна уль-ихвани, а потом опять взять воздух, аль ля смыслу, иншаллах, Господь наш, прости нас и наших братьев, и которые уверовали раньше нас, не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину ты, сострадательный, милосердный. Здесь под братьями подразвиваются и сёстры, поэтому пусть Аллах Субтитры дали с милостью сердца над всеми сёстрами, которые слушали этот урок. Субтитры создавал DimaTorzok